Союз журналистов и пенсионный фонд, комитет здравоохранения и по делам молодежи, департамент экологической безопасности, налоговая, военкомат, урожай заслуженных наград. Конечно, мы работаем не ради наград, но безусловно приятно в профессиональный праздник встретиться с людьми, с которыми в течение всего года мы очень тесно сотрудничали. И действительно приятно услышать искренние слова поздравлений от этих людей. А эти журналисты разбираются в сроках посевной, посещают молочные фермы и рассказывают о тонкостях переработки. Комитет агропромышленного комплекса подвел итоги конкурса «Село в зеркале прессы». Наступивший год готовит новые вызовы. Наш регион включен в число пилотных. Особенно будет уделяться внимание малым форумам хозяйства. Получение грантов на сельскохозяйственные кооперативы, на развитие фермерских хозяйств и на молочные фермы, которые мы будем в этом году также финансировать. Массово награждали «Акол пера» в Доме журналиста. В числе самых престижных наград – дипломы лауреатов областного конкурса имени Валентина Овечкина. Один из них достался нашему телеканалу за цикл передач «Печки-лавочки». В числе победителей и главред газеты «Знамя победы» Панеровского района. Жюри по достоинству оценила очерк освященники Владимира Машлякевича. У нас Панеровский район – это территория северного фаса Курской дуги. И когда он пришел, он столкнулся с такой темой, как перезахоронение советских воинов, вахты памяти. Вот когда все это начиналось, и он был у истока всего этого. То есть очерк получился вот такой не только о нем, а вообще о становлении веры. В Доме журналистов представили и нового председателя регионального комитета информации и печати. Денис Михайлов заверил, что приложит максимум усилий для формирования нового, открытого информационного пространства. Мы будем предлагать максимум усилий для того, чтобы быть полезным на самом деле. И полезным не только для наших коллег из редакции, коллег-журналистов, но и для всех жителей Курской области, которые с нашей с вами помощью, с помощью наших перезагруженных коммуникаций получат необходимый объем информации по всем интересующим, животрепещущим вопросам. А значит, интересных материалов станет еще больше. Юлия Матвеева, Юлия Абрамова, Максим Леонов, Андрей Зарубин, Геннадий Воробьев. Телеканал «СЕИМ». Спасибо большое.